доброе утро мои дорогие доброе утро сейчас буду себе кашу варить да да он в том ковшечке кашу я себе варю а сегодня совсем другая погода сейчас я вам покажу так уже вон капала на дельфина в общем обещают два дня дождик надо он тут стол помыть или дождик сам помоет а небесная канцелярия вы как там в общем вот такая вот погода сегодня но это тоже хорошо дождик то земле нужен как раз мне никуда не надо сиди ковыряйся со своими делами витя бы еще приехал скосил бы траву и вообще я была бы спокойная и довольная ну что зайки включаем новый день что делать то сейчас кашки поем да надо вот вчера ведь была правильная мысль нужно за вечер доделать покрывала там осталось то а тут мне лариса артамонова про аметистовое колье я полезла в аметисты увидела эти бусины ну и как же мне давай надо делать а а покрывала когда будешь доделывать бардак убрать лишний посреди комнаты это покрывало сложенное с этими лоскутками она у меня все время почему-то падает на пол в общем надо доделать ладно ну ладно чё посмотрим какая будет погода всем доброе утро всем хорошего настроения здоровья всем терпение и удачи видите сидит отвернулась ушами только ворочает а чё я здесь так а я мимо проходила не не нет есть я не хочу я так мимо проходила думаю сяду к я отдохну быстро они да и серый кот и вот это вот ты прям тут же появляются даже не поворачивается девушка рыжая с изволили с изволили что вы что вы а с дождем как-то не складывается вот такое небо и никак а дурочку то хочется знаете лишний раз не поливать то ну ладно подождем еще что будет ну в интернете прям обещают два дня дождь ну здесь правда много чего обещают очень часто обещают а дождя так и не бывает вот акация дала листочки да еще тоже не везде поздняя она такая капризненькая девушка вон как ветки а потом как листья вырастут и ветка будет на крыше лежать тихо так ветра нету когда машин не есть вообще тишина птички только поют ну а сейчас мои дорогие у нас торжественная часть ну к сожалению пока цветов по шикарней нет поэтому поздравлять буду на таком фоне сегодня мы поздравляем Олю Еремину ей всего 40 лет девочка моя счастья тебе любви радости ой здоровья ну всего 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 в этом мире самого хорошего у тебя еще вся жизнь впереди мирного неба над головой пусть тебя все любят уважают на руках мужчины носят ой вот прям я так представляю чего бы я хотела в 40 лет ой всего 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 я думаю девочки тебя наши тоже поздравят и подними за нас бокальчик за наш тоже здоровье ладно в общем поздравляем целуем всего всего тебе самого замечательного и еще сегодня день рождения вот так получилось что два дня рождения в один день Леночка Котельникова я не знаю сколько Леночке лет но так как все мы девушки молодые молодые и красивые вот так что поздравляем Леночку с днем рождения здоровье здоровье самое главное Леночка самое главное здоровье и хотелось бы конечно уверенности в завтрашнем дне очень бы хотелось так ладно не будем на грустные ноты переходить счастье покоя в душе я вот всегда говорю самое главное чтобы быть как-то в согласии со своей душой ну вообще с своим внутренним таким самосознанием терпение в общем всего 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 самого самого хорошего я тут отвлекаюсь синячки летают на гранате у меня он сидит вот так что Леночка будь счастлива будь счастлива здорова тоже пусть тебя все уважают и любят вокруг в общем все чего нам девочкам хочется в жизни пусть все у тебя будет денежек девочки вам побольше вон смотрите синячка синячка а что у нее там гнездо что ли у меня в камнях на стене может быть вот видите отвлекает вот видите видите у них там гнездо у меня в заборе ой девчонки прям ну отвлекают так что мои дорогие именинницы будьте счастливы вот а у меня видимо вот тут в этой расщелине скоро появятся птенчики а я думаю что они все синички тут у меня летают и летают вот сегодня переписывала все дни рождения и че ж получается в августе одна я у вас в августе единственный месяц когда нет моих девочек никого надо же а у меня наоборот я в августе родилась Саша моя Егорка Гриша Маша невестка которая в Болгарии живет Сашкин отец мы все августа сидит сидит на этом самом на гранате ждет когда я уйду Синичка ладно ладно пошла я не буду я тебя пугать ну че буду теперь за ними наблюдать ой ну додумались же сделали вот где гнездо а ой глупые создания то не ну хотя кошка залезть может и залезть но у нее туда голова не пролезет вот так что у меня теперь девочки семья Синичек живет а я еще вчера хожу и думаю что то Синичка летает туда сюда тут у них уже там птенцы наверное потому что носят в клювике чего-то а может гнездо строят ну ладно посмотрим вот такая тоже маленькая радость так что девчонки мои с днем рождения ну что и облака как-то расходятся в общем никакого дождя нету а мне сейчас позвонил Миша друг наше в Севастополе вот и новость мне сообщил что он разошелся со своей женой и вот вы знаете вроде бы ничего хорошего да а я за него рада ну потому что это надо знать и семью их и вообще все вот и если ничего не случится сейчас сами знаете как загадывать если все будет нормально то я наверное на выходные поеду к нему в Севастополь съезжу потому что живем вроде бы недалеко друг от друга но видимся раз в год надо съездить потому что пока он до меня доедет он до меня постоянно когда разговаривает он говорит ну я как-нибудь до тебя доеду я говорю ага-га дождешься тебя я говорю мне и то проще сел на автобус и доехал вот они ко мне приезжали прошлым летом ну так что если что значит поеду в Севастополь так ну да немножко ошарашил меня я прям смотрите у меня розочка скоро распустится ну ладно а я работаю никак не могу я взяться за покрывало но никак ну никак вот опять попались на глаза бусины ну ну вот девчонки так я скучаю вот по этим украшениям прям вот скучаю что когда рвусь и ничем меня не остановить до três вот вот так вот у в ход мы да это В тихушку, я слышу где-то буди, ура! Да, пускай растет, милиция-то, от нее не избавиться от этой милиции. Деловой, управляет аппаратом. А я тоже не сижу, вот остался у меня цемент. А смотрите, какие дырки стали на асфальте. Вот сейчас залью. Красота сейчас будет. А пахнет как! Он, улиток-то сколько на стволе. Тенечки прятали. Пошел. Какой-то тетеньке забор столбы бетонирует. Говорит, а кто поможет? Ой, видите. О, аж двор видно. Ну, теперь надо брать ножницы. У меня же, кстати, где-то ножницы лежат такие садовые. Да все, что не это самое, все надо состригать. Вот тут постричь, вот тут постричь. Ну, в общем, где не достать, чтобы все это дело не скосить. Ну, совсем же другое дело, правда? Че было-то? Ну, ладно, пойду искать ножницы. Сломалась у меня опять сушилка с одной стороны. Она у меня давно сломанная. Я ее вот так вот зацементировала. Ну, потому что я ее таскаю туда-сюда, и она у меня разболталась. Хотела пойти купить новую, потом думаю, нет. С одной стороны сделаю опять, и пускай стоит. Ой, мне же только дай с цементом повозиться. Вот все, последний цемент извела. Ну, сейчас пока не буду цемент покупать. Нашла ножницы. Танюшка покупала в том году. Сейчас пойду встречу остальную траву. Ну, что, я сегодня прям все планы поперевыполняла. Вот это все сейчас ободрала. Хоть дорожка открылась. Ой, теперь убирать все это. Собирать всю эту траву скошенную. Все это... Не, это уже завтра. Сегодня же дождя не случилось. Нифига, поливать надо. Еще не все достригла. Вот, а я сегодня еще вот такое украшение сделала. Знаете, оно мне что напоминает? Вот у королей на мантиях висели вот такое на груди. с металлом, с камнями. Ну, правда, без ласточки. Длиной оно 70 сантиметров. Замочек я поставила. Вот, ну, это для любительниц крупных таких украшений. Так что, в перерывах между... Ой, я что-то и крашу, и, господи, что я только не делаю. Ну, вот и вечер. Еле ногами двигаю. Ой. Ой, вы посмотрите на мои ногти. Посмотрите. Остатки лака и чертишь что. Крестьянка. Сейчас, знаете, что вспомнила? Не знаю, анекдот это или притча какая-то. Не знаю. Приехала из города внучка к бабушке. Ну, и чего-то стали разговаривать о чём-то там. И дочка... Ой, внучка это рассказывает бабушке. Бабушка, мы вот в школе читали книгу такую. Так жалко женщину. Такая несчастная. Выдали её замуж за старого. Родился у неё сыночек. А она полюбила там другого богатого, красивого, молодого. И ушла она от мужа. А муж ей ребёночка не отдаёт. А она вот это мучилась, 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 мучилась. И пошла бабушка и легла под поезд. И звали эту женщину Анна Каренина. А бабушка так сидела, слушала, слушала, так рукой-то щёку подпирала. А потом и говорит, корову бы ей. Помолчала и добавила. Или две. Вот так вот. Вот действительно, когда напашешься вот так, ничего не захочешь и никого. Ой, не могу. я чё-то вспомнила и так мне смешно стало. Ой. Вот так вот. Всё, вот и вечер. Отдохнуть, что ли, пойти? Или ещё что-нибудь поделать? Не, ну украшения сегодня уже не хочу делать. А вот покрывал надо доделывать. Не знаю, чего будет. Может, что-то изменится. Вроде уже Костя как и не сильно против, что пацаны в Крым. Так что, может, ещё я за ними съезжу да назад с ними вернусь. Ну, в общем, я говорю, сейчас загадывать ничего нельзя. ну ладно, посмотрим. Всё равно хоть так, хоть так, а ехать придётся ещё. Хотя, шо ж, я сейчас вот наведу красоту-то да уеду, да? Вот надо же, в камере вроде как солнышко видно, а на самом деле нет, за облаками не видно. Странно передаёт. То цвета не так передаёт. бирюзовый никак не хочет камеру передавать. Всё, прям тёмно-голубой или синий. А тут вот прям вот смотрю, вроде как прям солнышко сквозь облака просвечивает на телефоне-то. А тут на самом деле ничего не просвечивает. Ну, что сказать-то? День неплохой. много чего сделано. Правда, делать ещё больше предстоит. Сыня Татьяна Валерьевна своей звонила, она говорит, полы мою. Я говорю, Таня, ты бы видела мои полы. Наверное, в конюшне чище. Тоже надо мыть. А всё никак. Нет, конечно, если бы кто у меня был дома, я бы, конечно, что-то не сделала, а убралась. А так вот, думаю, ладно, завтра, потом опять завтра. Нет, надо, конечно, собраться и помыть. И вот, что ещё интересно, и какой факт. Татьяне Валерьевне сегодня перечислили пенсию. Мы с ней пенсию получаем, Муромскую, в один день. Мне не перечислили. И это я связываю с тем, вот опять, с этой пропиской, выпиской. И... Прошлый раз нервы у меня трепали, трепали. И опять. Ну, как это так? Должны же были сегодня, раз ей пришла пенсия. Значит, и мне должна была сегодня. Ладно, посмотрю завтра, если что, буду звонить. тихо так хорошо. Коровки вон гуляют за остановкой. Кусты цветут. Татьяна мне говорит, ой, как у тебя хорошо-то, зелена. Ну, в Ивановской области точно, понятно, не так. Зелена. Сейчас пойду ей кусты поснимаю, отправлю. Вот эти розовые кусты, не знаю, как они называются, которые по дороге всё с Симферополя. Сирень в кустах. Вот в автобусе еешь, кажется, что они не такие большие. Они здоровые какие. Вот их, наверное, если бы подстригать, они, может быть, красивой формы были бы. А так, что они, растут, как попало. вот и солнышко село. Тоже отдыхать ушло. Вы тоже, небось, устали? Мы же не сидим на лавочке. А хотя, может, кто и сидит. Всех свои радости в жизни и свой круг общения. смотрите, смотрите, у меня засохло. Тушка, это акация же. Вот видите, внизу есть листики, а наверху нету ни одного. я еще Вите осенью говорила, осенью был один ствол засохший. А, это вот это вот. Маленький ствол тут. Вон. Один был вот этот ствол засохший, а эти были зеленые. тут все совсем надо пилить. Ну что, мои дорогие, давайте прощаться до завтра. Вы там не расклеивайтесь, не болейте, ерундой всякой не занимайтесь, нервы себе старайтесь не трепать. Берегите себя. Мы, несмотря на возраст наш, еще много кому нужны. Вы мне нужны. Ну, а я, надеюсь, вам нужна. Уже хорошо. Давайте, мои дорогие, пусть все у вас будет хорошо. Ну, и, надеюсь, завтра увидимся. Обнимаю вас, целую. Давайте, мои девочки и мальчики, до завтра. Пока-пока, мои дорогие. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok